Модное сегодня слово перезагрузка полностью применимо к этому проекту. Исторический центр Палиха за лето очень сильно похорошел. Идея вдохнуть новую жизнь в родину лаковой миниатюры принадлежала Станиславу Воскресенскому. Инициативу одобрил премьер Дмитрий Медведев. Дизайн проект разработало консалтинговое бюро «Стрелка». В их практике это первый поселок. Прежде были только крупные города. Невозможно здесь было применять такие уже отработанные общегородские решения. Нужно было создать атмосферу, поддержать атмосферу сельскую. Не разбить ее, не разрушить какими-то такими мощными городскими решениями. Сохранить уют, но при этом создать такую атмосферу уже более удобную, более комфортную для того, чтобы проводить здесь время. Территория не просто благоустроена, разбита на зоны. В зависимости от того, чего хочет гость. Пульповаться фонтаном или почитать в тени старых лип. Здесь много зон. Здесь зона фонтана, зона храма, зона литературного сквера, что очень важно. Здесь есть торговая зона, есть зона обелиска славы, зона часовни Александра Невского. Поэтому каждый, кто посетит палец, гости, здесь могут хорошо проводить время. Отдыхать, заниматься какими-то приятными делами. Просто почитать, подекламировать, музыку поиграть, то есть поисполнять какие-то вещи. То есть мы считаем, что это пространство будет целиком и полностью заполнено нашими гостями и палешанами. Все коммуникации, которые проходят под центральной площадью, поменяли. Фонтан сохранили на прежнем месте. Его покрасили и обновили. Очень нравится. Где есть отдохнуть, с детьми погулять. Красота. Очень красиво. Спасибо всем работникам, кто это сделал, придумал. Красиво. Я думаю, все жители Палиха и гости. Поселка довольная. Нам нравится. Дорожки выполнены из гранитной крошки. Обещают, что после нескольких дождей они обретут необычное сияние. А поможет в этом подсветка. Оценить весь масштаб преображения Палихской площади днем практически невозможно. Самое интересное начинается с наступления темноты, когда включается подсветка. Светильники здесь повсюду. И около деревьев, и на дне фонтана. И даже вот эта неприметная конструкция тоже светильник, который подсвечивает дорожку. Сделан специально на заказ для Палиха. Вот фотография вечернего Палиха. Ее выложил Станислав Воскресенский в одной из социальных сетей. Получилось, как и задумывали. Лаковая миниатюра ожила. А полотном стал сам поселок. Начали с Палиха. Сейчас здесь разгар работ. Что очень важно, то, что вы сейчас здесь видите, было придумано архитекторами профессиональными. Вместе с художниками и жителями Палиха. То есть именно вместе была придумана та концепция парка, которая вот сейчас на ваших глазах осуществляется. Работа Стрелки в Ивановской области будет продолжена. Специалисты уже посетили Кинишему, Юрьевец и Иваново. Благоустройство Палиха также не завершено. Поселок уже получил дизайн-проекты новых пространств. Впереди публичные обсуждения. Воплотить в жизнь новые идеи Стрелки планируют в 2019-2020 году. Елена Белова, Денис Денисов, Эртова Иванова, Палих.